Начнем мы, безусловно, с темы номер один. Президент Зеленский сказал, Россия взорвала бомбу массового экологического поражения. И это настоящий экоцит. К сожалению, уже более года Россия контролирует и эту дамбу, и всю Каховскую гидроэлектростанцию. И взорвать ее как-то из меня обстрелами физически нереально. Она была заминирована, заминирована именно российскими оккупантами. И взорвана ими. Для чего России... Ну, самым очевидным вариантом это оттянуть или остановить наступление вооруженных сил Украины, или как контрнаступление, как это уже принято называть. Вы другие причины видите, для чего была взорвана Каховская ГЭС? Нет, конечно, главная причина связана с начинающимся украинским контрнаступлением. Просто тут есть и военный аспект, и политический аспект. Две стороны этой медали. Наверное... Мне сложно судить о первой составляющей военной, потому что я не являюсь здесь специалистом. Ну, так сказать, рассуждая на уровне, знаете, логики и здравого смысла, я исхожу из того, что появление нового разделяющего две дерущиеся стороны объекта выгодно тому, кто защищается, и невыгодно тому, кто наступает. Это как с минными полями, например. Россия их устанавливает, а украинцы их в последнее время, в преддверии контрнаступления, активно, значит, разминировали. Вот река, это тоже, разлившаяся река, это такая вот преграда очередная. И, собственно говоря, в России есть люди, которые, есть эксперты, я имею в виду кремлевскую сторону, которые, в принципе, рассуждая о последствиях происшедшего, так открыто и говорят. Я, например, в эфире федеральных каналов таких людей видел даже у себя в Телеграм-канале, и в Фейсбуке сегодня сделал кусочек вырезал и вывесил его. Там он черно-по-белому, и человек говорит, значит, никаких особых негативных последствий происшедших для России иметь не будет. Россия обороняется с помощью дальнобойной артиллерии, поэтому она спокойно может переместить, это небольшая проблема, сдвинуть часть артиллерии, если она окажется сейчас в зоне подтопления чуть дальше, и оттуда стрелять, в общем, никакой проблемы нет. А вот для украинцев теперь пересекать реку будет гораздо сложнее, потому что река широкая теперь, да, шире гораздо. И даже после этого еще какое-то время там заболоченная будет. Поэтому на несколько недель они передышку себе купили. И когда ты их слушаешь, вот этих, повторюсь, прокремлевских экспертов, ты понимаешь, что они, по сути, расписываются в том, что да, это мы. То есть обычно ли как, смотри, кому выгодно, так, базовый же принцип. Вот. Поэтому, повторюсь, не претендуя на, так сказать, вот это всеобъемлющее понимание, всеобщее такое абсолютное понимание военной стороны вопроса, я все-таки старуюсь того, что обороняющейся стороне это выгодно. Именно обороняющаяся сторона пытается создать какие-то преграды между собой и стороной наступающей, а наступающая сторона пытается эти преграды преодолеть. Вот теперь у украинцев появилось дополнительно еще что-то, что там нужно преодолевать. Значит, если говорить о политической составляющей, то здесь интерес, вот я как человек, значит, как специалист в области работы с общественным мнением, как раз понимаю, вот если бы я сейчас работал на Кремль, был бы там пиашиком Министерства обороны Российской Федерации, например, то я бы прям вот радостно поддирал руки. Потому что теперь, если, допустим, я предчувствую поражение, а никаких особых оснований предполагать, что у российской армии есть шансы такового поражения избежать, в конце концов, если я предчувствую поражение, то для меня принципиально важно, чтобы вот это мое военное поражение не конвертировалось в поражение политическое, чтобы политические последствия военной неудачи, отступления были минимизированы. И эта история, она в чистом виде, в принципе, дает мне шанс. Теперь я могу спокойно на головом глазу разводить руками и говорить, ну, да, вот видите, конечно бы они нас ни на миллиметр бы не сдвинули. У нас там такие укрепрайоны были выстроены, мы бы их там и так встретили, они бы там все полегли. Это прям гадалка не ходить. Но перед стихией-то мы бессильны, пришлось нам лучшие свои укрепрайоны оставить. Да, потому что вот, в общем, это поражение, что вот я бы это презентовал как поражение, которым мы обязаны безликим силам природы, так сказать. Мы не ВСУ проиграли, мы проиграли обстоятельства, которые, ну, выше человеческих сил. Это очевидно. Человеку стыдно проигрывать, а проигрывать природе, ну, господи, обстоятельства непреодолимой силы, форс-мажор, что называется. Вот. И в этом смысле, ну, прям такой вот подарок, который позволит смягчить последствия поражения. Значит, теоретически можно было предположить, что если бы российская сторона действительно там понастроила какие-то укрепрайоны, которые точно невозможно сломать, ну, там такая линия Маннергейма, знаете, тогда бы, да, тогда бы они не, ну, могли бы там переживать, эх, затопили такую шикарную линию Маннергейма. Но мы-то только что видели, как, значит, сначала в Брянской области, потом в Белгородской области, вот эти засеченные черты, которые они там с пафосом строили, на всю страну пиарились. Значит, например, в Брянской области меньше, чем за месяц до рейда, мартовского рейда туда, вот этих ребят из РДК, которые прошли сквозь эту оборону, как нож сквозь масло, сквозь эту засеченную черту. Принимать эту засеченную черту приезжал гендиректор, значит, генсек, вернее, извините, генеральный секретарь, правящий партией Единой России Турчак. Он вместе с губернатором Богомазом объезжал эту засеченную черту. На сайте Единой России до сих пор, наверное, висят эти хвастливые там фотографии, репортажи там из российских СМИ, фрагмент этих репортажей, где он хвастливо говорит, дословно стирует, теперь тут мышь не проскочит. Вот он заявил в конце февраля, что мышь там не проскочит, а в первую половину марта там проскочили не мышь, а бригады, ну или там сколько человек там было, не помню, российского добровольческого корпуса. Губернатор Гладков выделил, если не ошибаюсь, 10 миллиардов. Строительство этой засеченной черты в Голгородской области обошлось в 10 миллиардов. Тоже выходила куча таких хвалебных, хвастливых сюжетов на федеральных телеканалах, где, значит, журналистам демонстрировали там вот эти зубья Гладкова, как их называли, такие, знаете, бетонные там клыки, торчащие из земли и так далее. Все это, ну, тоже прошло месяц-два после того, как это все завершилось строительство. И РДК туда заходит изо дня в день, ну, как будто там вообще ничего нет. То есть предполагать, что то, что они выстроили там, значит, на азиатской стороне Днепра, напротив Херсона, качественно другое укрепление по сравнению с тем, что они выстроили там в районе Белгорода и Прямска, ну, нет никаких оснований. Это значит, что это такая же дырявая оборона. И в этом смысле, чем быстрее ее затопят, тем лучше, да? Хотя бы с точки зрения пиара, чтобы, ну, не так позорно было, когда ВСУ так же вот пройдут, как нож сквозь масло, понимаете? Вот, а еще, сколько они там надо, понимаете, это же Россия, Россия идет, как и говорится, сколько там было денег украдено, значит, во время строительства этих укрепрайонов там, ну, вообще, на самом деле, там хорошо бы посчитать, там, сколько километров окопов на бумаге и сколько в реальности, сколько там дотов, значит, в реальности и сколько на бумаге. А теперь все, ну, затопило, батенька, и не посчитаешь. Это известная технология, еще известная со времен Чучанских войн. Значит, когда ты объявляешь, что ты восстановил школу, например, там, в этом селе, значит, а потом туда рейд боевиков, артиллерия с нашей стороны работает, школу разнесли к черту, вот, значит, разводишь руками. То есть школы нет, а денег нет. Ой, как говорится, а ручки-то вот они. Вот, и огромные деньги тогда списывались, и большие состояния люди тогда делали. Россия, вот этот путинский режим, он известен своим консерватизмом, своей приверженностью, так сказать, скрепам и традиционным ценностям. Самое главное скрепа у них, это как раз вот, значит, тырить бюджетные деньги. Это в этом смысле вот они, так сказать, максимально скрепные. Поэтому нет никаких оснований предполагать, что то, что они делали в 90-е, вот эти военные строители делали в 90-е годы, значит, ну, а сейчас перестали делать, вот, нет никаких оснований это считать. Если они это делали в 90-е, то они, скорее всего, делают это и сейчас. Вот, это так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова